АПЛОДИСМЕНТЫ Говорят, в России от алкоголизма не страдают, им наслаждаются. Говорят, опрос проводили, какие страны являются самыми пьющими в мире. Результаты потрясающие. Зимой на первом месте Россия, летом Турция, Египет, Эмираты. Мы же часто слышим это расхожее выражение «пить надо в меру». Слушайте, я как-то не поленился. Открыл словарь Даля, читаю. Мера – старинное русское слово, обозначающее объем чуть больше 26 литров. Ребята, так мы не допиваем. Будем считать это своего рода предисловием к этой удивительной истории. В заброшенной деревеньке жил себе мужичок, Митрич. Ну, не то, чтобы он там время от времени напивался в усмерть. Не, не. Митрич не просыхал. Как-то под утро шел к себе домой. Ну, не то, чтобы там выпивший. Не, не. Не какущий. Поэтому Митрич не шел. Полз. И не полз. Он не шел и не полз. Он возвращался. Мечтал только об одном. Только бы не встретиться с местным участковым. Потому что тот ему уже сказал еще раз и... Ну, не то, чтобы. Не. В общем, он его пожурит физически. В темноте Митрич совершил лобовое столкновение с березой. Посмотрел на нее. С завистью сказал. Мне бы столько почек. Потом вышел на колодец. А попить воды в его положении было очень кстати. Пока ползал по краю сруба в поисках ведра. На повороте поскользнулся. Упал вниз. Не волнуйтесь. Это был наш колодец. Поэтому воды там не было. А было что-то мягкое, теплое и большое. Как потом выяснилось, деревенский козел. Как он туда попал? Мол, загадка истории. Да это и не важно. Пока не рассвело. Митрич рассказал козлу всю свою жизнь. Козел слушал, не перебивая. С ним еще никто так долго не разговаривал. Вскоре раздались голоса. Там, на воле. Мужики пошли на работу. Идут себе тихонько по темноте. Ни о чем плохом не думают. Тихонько идут. И вдруг. Откуда-то снизу. Так неожиданно. Ку-гу. Мужики накануне тоже выпивали. Но не столько, чтобы поверить, что в деревне появился говорящий колодец. Кто-то осторожно взял булыжник и бросил вниз. В ответ ку-кушечка завернула такое, после чего добавила. Да я это, Митрич! Вытащите меня уже, бога душу, мать! Ай-яй-яй. Мужики побежали домой. Взяли веревки. Связали. Вернулись. Опустили вниз. А Митрича с детства воспитали так, что надо в первую очередь помогать ближним. Без задней мысли он привязывает козла. Кричит. Тяните! Эти тянут. Не догадываясь о встрече с прекрасным. Еще разговоры ведут. Как ты там? Сейчас увидите. Как тебя вообще угораздило-то? Да вот шел, поскользнулся, упал. Ну, дальше классическая фраза. Ну, ты старый козел! Когда над срубом появляется эту. А еще темно было. Вглядываясь в очертания, мужики с опаской спрашивают. Митрич, ты? Похож вроде. Ты, Митрич? Митрич в ответ. Бе-е-е. Мужики со страху отпускают веревку. Митрич внизу смотрит. Козел возвращается. Очевидно, не мог пережить разлуки. А мужики уже со всех ног бежали к участковому с криками. Там в колодце такое, на дне вроде Митрич, а наружу вылезает его внутренняя сущность. На этот раз Митрич был умнее и привязал себя. Участковый тянет. Над срубом появляется голова Митрича. Голова видит того, кого меньше всего хотела бы видеть. И неожиданно для себя самой говорит. Бе-е-е. К участковый отпускает веревку. Козел встретил Митрича как брата. Когда расцвело, конечно, все выяснилось. Мужики вытащили козла, потом второго персонажа. И было хорошо. И душа просила праздника. Поэтому Митрича на всякий случай побили. А в той заброшенной деревеньке еще долго судачили о том, как один мужик за козла ответил.